МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Длинными виляющими тропами вдоль десятков пустых вольеров зоозащитники ведут нас на пустырь. Здесь, на заднем дворе приюта, вдали от посторонних глаз, были закопаны трупы животных. Из-под земли достались десяток кошек и собак, среди которых и совсем маленькие щенки. Сколько еще осталось в яме, даже сложно понять. Там все в перемешку с опилками, с кормом, с отходами. То есть прямо небрежно. Животные должны утилизироваться. Скорее всего, на территории это не единственное захоронение. Волонтеры работают всю ночь, ищут доказательства. На месте и сотрудники полиции. Составляют протоколы. После животных отправят на экспертизу, чтобы понять причину такой массовой гибели. Активисты уверены, эти питомцы умерли не своей смертью. Все, кто были в плохом состоянии, они просто были убиты, чтобы скрыть, что здесь в плохих условиях содержатся собаки. О существовании тайного приюта волонтеры слышали давно, не могли найти. Говорят, официально его не существует, земля не оформлена. Но якобы эту тюрьму для животных по-другому не назовешь. Организовала собственница печально известной организации Экобана Вера Петросьян. В московском приюте, которым владеет женщина, недавно нашли десятки трупов кошек и собак. Следователи возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Правда, пока в отношении неустановленного лица. И, видимо, скандал вокруг содержания четверолапых бродяжек разгорается снова. Этот приют из себя представляет около 300 вольеров посреди глухого леса в Калужской области. Потому что здесь мы видим в клетках, сразу можно понять, что о собаках и кошках здесь явно не заботились. В некоторых вольерах полы прогрызли крысы. Здесь вообще территория не убиралась, да и корм явно оставляет желать лучшего. Активисты обнаружили десятки упаковок с дешевым кормом. Из надписей на этикетках стало понятно, это еда для скота. Мол, желудки собак и кошек такую пищу вообще не переваривают. И залай, и опилки. У собак из-за этого кровавый панок. Они, они, то есть, животные умирают долго и мучительно смертью. Волонтеры вывезли из приюта более 80 животных. Собак и кошек распределили по московским питомникам. Некоторых еле спасли. А состояние вот этого малыша повергло в шок ветеринаров. Собаки состригли несколько килограммов шерсти. Вот такими колтунами. Главное не тянуть. Шокирующая картина. В заперти многие псы разучились ходить. Их пришлось везти на тележках. Проблемы усугубляют и длинные когти. Из-за них животным тоже больно стоять. Тут вон вообще в подушечке, смотри. Прям в подушечке, вон впились. Сотрудников приюта, это граждане Таджикистана, доставили в полицейский участок. А вот сама предполагаемая владелица на месте так и не появилась. Зоозащитники ждут выводов проверки. Хотят понять, каким образом посреди леса появились десятки вольеров с животными. Виктория Лукашева, Егор Кочуров. Лайф. Виктория Лукашева, Егор Кочуров.